Очень крутой и гибкий конструктор, бесплатный, от хостинга JustHost. Мы продолжаем с вами серию уроков об этом замечательном конструкторе сайтов. Подробнее в этом видео. Итак, в этом видео продолжаем. Я хочу в этом видео рассказать о тех элементах, которые вам пригодятся в работе над вашим сайтом в конструкторе от JustHost. В этом видео давайте начнем смотреть элемент «Линия». Достаточно часто распространенный элемент, который может вам помочь как-то разграничить блоки. То есть сейчас я нахожусь на странице галереи, которую я собрал в прошлом видео. Давайте перенесем. Вот он, линия находится здесь. Переносим сюда. И давайте посмотрим, какие здесь есть варианты. То есть изначально по умолчанию мы видим вот такую вот линию. Если мы это опубликуем на сайт и обновим наш домен, наш сайт, мы видим просто такую черную линию. И давайте посмотрим, у нее также имеются свои настроечки. Давайте начнем с самого низа, свойства. Здесь есть выбор ориентации. Давайте выберем вертикальную, применить. Вот вы видите, она у нас применяется. Оставим горизонтальную. Есть стиль пунктирная, точками двойная. Давайте посмотрим. Вот двойная линия. Также можно ширину линии вот таким простым перетаскиванием или увеличить, или уменьшить. Дальше размер можно сделать больше, например, десятку, и цвет задать в цвет дизайна сайта. Не применялся. Вот такая вот жирная линия. Выставить ее по центру. Далее. Здесь на этой вкладке все. Переходим в свойства. На полную ширину можно выставить. Сразу растягивается на весь экран. И стандартные настройки. Также дублируются настройки у нас наверху. Ориентация вертикальная. Горизонтальная, то есть в один клик меняется. Стиль. Сплошная, пунктирная, точная. То, что мы с вами делали. Размер. И изменить цвет. То есть все у нас дублируется выше. Я так и опубликую сайт. После обновления страницы видим то, что сделали. И такую линию можете вставлять в любом месте на вашем сайте. Итак, следующую кнопку мы с вами рассматривали ранее в предыдущих уроках. Давайте поговорим о форме. Достаточно важный элемент. Перетаскиваем ее куда-нибудь ниже. Ниже галереи. Изначально видим вот такую серую форму. Давайте попробуем ее растянуть. Что-то вот типа такого. Даже сейчас изначально у нас есть необходимые поля. Электронная почта. Сообщение. Кнопка отправить. Давайте рассмотрим, какие здесь есть свойства. А свойств достаточно много. Первая вкладка поля. Имя. Электронная почта. Можете убрать имя. Галочку сняв. Применить. Здесь сразу это убирается. И остается только два поля. Заполнить электронную почту и сообщение. Соответственно, напротив есть такие красные точки, говорящие о том, что эти поля обязательны к заполнению. Вы также можете их отключить, чтобы эти поля сделать необязательными. Я рекомендую их оставить обязательными. Дальше дополнительные поля. Вы можете подключить страна. Выбрать страну. Стоит только Россия. Также это поле можно сделать обязательным. Город. Адрес. Ваше поле. Ну, какое-то произвольное поле. Вот поле. И вот здесь подписывается тест. Какое-то произвольное поле. Я его отключаю. Дальше. Сообщение у нас уже стоит. И можно даже сделать вложение. Чтобы человек, видите, кнопка выбрать файл. Мог прицепить какой-то документ. И отправить вам через эту форму. Вложение я уберу. Можно собирать некую статистику. Как вы нас нашли. То есть, как нашли ваш сайт. Если ставим галочку. Включается поле. Через Google. Перешел по ссылке. То есть, автоматический выбор. Или ваш вопрос. Здесь можете написать. То есть, здесь мы редактировать тоже можем. А здесь ваш вопрос. И ниже перечисление. Да, нет. Может быть. То есть, вот так это выглядит. Как вы нас нашли. И давайте посмотрим, как это выглядит на сайте. Как вы нас нашли. Здесь неиспадающий список. Через Google. Перешли по ссылке с другого сайта. То есть, это все вам будет на почту отправлено. Рассказали друзья. А ваш вопрос. То есть, вы здесь пишите свой вопрос. И вот здесь вариант ответа. Да, нет. Может быть. Но что-то придумайте, если это вам нужно. Соответственно, с этим разобрались. Так же здесь есть даже такая возможность. Я хочу получать рассылку. Чтоб человек выбрал. Я согласен с условиями использования. Здесь можно написать условия использования. И подтвердить текст кнопки. То есть, отправить или можно написать. Отправить письмо. Ну, вы поняли. Это текст на кнопке. То есть, вот такие чекбоксы добавляются. Видите. Я хочу получать рассылку. И эти поля также можно сделать обязательным к заполнению. Например, я согласен с условиями использования. Я оставлю только. Я согласен с условиями использования. И на этом уровне также сохранюсь. Движемся дальше по настройкам формы. Дальше интересно. Вкладка свойства почты. Форма будет отослана на эту электронную почту. Вот здесь важный нюанс. Вы можете указать нескольких электронных почт, разделенные их запятой. Если у вас у сайта два администратора, например. И здесь нужно проставлять специальный email, привязанный к вашему домену. То есть, обычная почта от Яндекс, от Google или от Mail, скорее всего, не подойдет. Вам просто не дойдут письма. Либо это бизнес-почта, как у меня. Либо очень быстро можно на хостинге создать почту, привязанную к домену. Дальше форма будет отправлена с данной электронной почты. Это поле пока не трогаем. С темой вопрос с веб-страницы. Здесь можете написать, с какой темой будет приходить вам письмо на почту. Статус отправления сообщения. Форма отправлена. Пока тоже оставим пустым. Максимальный размер вложения. То есть, если вы позволяете загружать какое-то вложение, то можете здесь выставить, но я бы не выставлял больше одного мегабайта. Ну, какой-то. Либо скриншот, либо PDF-документ, либо текстовый документ. Давайте проверим, как работает форма. На этом уровне мы уже можем это сделать. Нажимаем «Применить» и «Опубликовать на сайте». Итак, проверяем, как работает почта. Для примера, имя «Тест», ну, как будто бы клиент пишет. Клиент выбирает свою почту и сообщение «Тестирую». Отмечаю галочкой, что я согласен с условиями использования. И нажимаю «Отправить». И очень симпатично, вот здесь вот в правом углу выскакивает форма «Отправлено». То есть, вот это тоже мы можем поменять, да, название. Напоминаю. В настройках форма «Отправлено». Вот это сообщение можно изменить. Любой написать здесь текст. Теперь проверяем почту. Во входящих, смотрите, «Тест», «Письмо», «Вопрос», «Свеб-страница», «Заголовок письма». Соответственно, заголовок письма меняется вот здесь. Это для вас. То есть, это вам, администратору, это все приходит. То есть, форма на сайте уже работает, письма доходят. Все хорошо. Давайте зайдем в письмо. Смотрите, имя отправителя «Тест», «Эмейл» отправителя, «Сообщение тестирую», то, что я написал, и галочку я выбрал «Я согласен с условиями». То есть, у нас все доходит, все работает. Это самые важные настройки данной формы, которую мы с вами рассмотрели. Дополнительные вкладки. При желании можно настроить SMTP, но нам это не требуется, у нас так все работает. Дальше настройки. Можно даже прицепить Google Recapcho. Это такая птичка, да, чтобы не спамили через почту, через форум с вашего сайта. Здесь подсказка «Перейдите на Google Recapcho и зарегистрируйтесь в свой сайт через полученный ключ». Это, в принципе, очень несложно делается. Потом, после регистрации Recapcho проставляете секретный ключ, который выдаст вам компания Google. И после этого можно выбрать стиль полей и ширина кнопки полей. Я не рекомендую ставить какие-либо дополнительные защиты на почту до тех пор, пока действительно вам не начнут мешать спамам. То есть, люди не любят такие вещи. То есть, чем больше у нас, так сказать, преград в нашей форме, тем меньше мы можем получить заявок с этой формы. Поэтому не торопитесь размещать Google Recapcho. И обычные свойства по отступам. Движемся с вами дальше. И следующее, что бы я хотел вам показать, это блоки. Если мы кликнем, перенесем, например, блоки на сайт, всплывает окно с категориями и с разновидностью. То есть, это уже с предустановленным каким-то контентом, который мы сможем впоследствии настроить. Например, контакты. То есть, видим вот здесь эта карта, формы, какой-то текст, который мы потом изменим под себя. Соответственно, можем выбрать либо этот вариант, этот или этот. Дальше. Например, у нас видим шапка, текст, картинка. Или просто текст, картинка. Или такой вариант. Дальше. Продукция. Продукция. СМИ. Разновидность картинок. И команда. Это, так сказать, некий фреймворк. Заготовка, которую быстро мы можем кинуть на сайт и отредактировать под себя. Например, возьмем контакты. Вот этот вариант выделяем. И нажимаем добавить. И ниже вы видите у нас уже с вами и форма. И карта гугла. И какой-то текст. Который, видите, мы наводим мышь. И мы можем... Это обычный текст, обычная карта, обычная та же форма, которую мы только что рассмотрели. Это все просто уже как бы выстроено. Остается нам лишь это все настроить. Естественно, я здесь более детально останавливаться не буду. Так как здесь все по аналогии. Перетаскивайте интересующий вас блок и настраивайте его под себя. О чем бы я хотел вам рассказать следующее. Мы с вами затрагивали соцсети. Я показывал, как вставить вконтакте группу. Но здесь есть еще такие интересные моменты, как поделиться. Вот эта кнопка. Перетаскиваем. Вот вы видите, здесь такие иконочки. Давайте рассмотрим настройки. Например, где-то вверху сайта. Заходим по карандашику. Свойства. Во-первых, размер иконок можно выставить 32 на 32. Чуть побольше. Изначально ставить 16 на 16. Выбираем 32. И отметить галочками, какие социальные сети вы хотите выводить на сайте. Например, электронную почту я не хочу выводить. Хочу выводить в Facebook лайк, кнопка твит и Google+. Дальше я хочу выводить еще ВКонтакте и Одноклассники. ID профиля не обязательно. И свойства. Применить. Давайте сделаем пошире область. И вот тут, например, у нас такие кнопки. Посмотрим, как это выглядит на сайте. Идем на сайт. Обновляем страницу. Видим, у нас социальные элементы появились. То есть, это кнопки поделиться в соцсетях данным сайтом. Некое социальное продвижение. Человек может кликнуть и поделиться. Например, в Одноклассниках. ВКонтакте. Все работает. Можно написать комментарий. Ну, как обычно, нажать отправить. И это попадет на стену ВКонтакте данного человека. Данный плагин рассмотрели. Я его удаляю. Переходим к следующей вкладке интересных возможностей. Навозим мышь сюда. Например, повесить кнопку Skype. Прямо на сайт. И посмотрим свойства. Чтобы это у вас работало Skype имя, нужно поставить здесь логин от вашего скайпа. Дальше функции. Сразу звонок или чат. Размер. Маленький, средний, большой. Цвет. Синий, белый. Ну, это надо смотреть. И обычные свойства. То есть человек сможет прямо с сайта нажать на эту кнопку Skype. И если он авторизован в своем скайпе, сразу пойдет звонок вам через сайт. Ну, скорее всего, перебросит отсюда с этой кнопки человека, звонящего в его скайп. И, то есть не придется просто вас искать в скайпе, да, сразу пойдет звонок к вам. Это работает так, что вот здесь у вас проставлен свой логин. На сайте это выглядит так. Вот, скайп, кликаю, видите, у меня открывается скайп. Но нужно авторизоваться. Единственное, здесь момент, здесь что-то, какая-то проблема с картинкой. То есть картинка не отображается. Мы не будем это использовать. Дальше, музыка. Давайте попробуем вставить музыку прямо на сайт. Перетаскиваем данный плагин. Видим некий плеер с кнопкой play и стрелкой переключения влево-вправо. Можно так вытянуть плеер. И давайте посмотрим свойства. Свойств особо немного. Можно загрузить здесь mp3-файл. Давайте загрузим небольшой mp3-файл. Кликаем вот сюда. Файл не выбран. Загрузить с компьютера. Для начала с компьютера я попробую загрузить небольшой файл, который весит у меня всего 2,90 мегабайт. Выделяю. Открыть. Идет загрузка. Файл загружен. Выделяем его здесь. Нажимаем выбрать. И прямо здесь можно нажать play. И можно сразу прослушать данный файл. Потом можно выбрать, поставить чекбокс, сразу начать проигрывать, когда страница загрузится. Я не рекомендую использовать эту галочку. Люди часто не любят, когда что-то играет на сайте. Зачем вообще этот плагин? Здесь может быть какой-то подкаст. То есть аудиоречь ваша. На вашей странице презентации. Нажимаем применить. Давайте посмотрим, как это выглядит на сайте. На сайте видим play. Я нажал, вы слышали. Музыка проигралась. Это у нас не просто аудиодорожка. Здесь можно, как я понял, загрузить еще треков. Потому что вот эти кнопки неактивные. Они переключаются между треками. А вот здесь должен быть список треков. Я так полагаю. Давайте попробуем загрузить еще. Добавить. Загрузить. И загружу файл. Попробую уже 11,8 мегабайт. Процесс загрузки уже более длителен. Файл тяжелый. Ошибок не возникло. Выделяем его. Выбрать. Видим здесь два файла. И видим кнопку активное переключение для следующего файла. Применить. Давайте посмотрим на сайте. Опубликуем. Видим на сайте, во-первых, два файла. С названием треков. Вот сейчас заиграл трек. Можно переключить дорожку. И подсвечивается трек, видите, ниже. Вот он тоже играет. И стрелка назад. То есть переключает трек опять к первому. Вот такой вот полезный плагин. Следующий интересный плагин. Это баннер. На сайте можно повесить баннер. Посмотрим свойства. Картинка флэш-баннер. То есть если у вас есть какой-то флэш-баннер. Хотя флэш уже у нас устарел. Флэш на сайтах мы не используем. То можно загрузить ее здесь. Также принудительно, если во флэше у вас не внедрена ссылка. Можно вот здесь повесить уру. На данный баннер. Далее есть вкладки баннер со скриптом. То есть если у вас баннер выглядит в виде скрипта. То можно разместить его вот в это поле. И баннер будет отображаться. И стандартная вкладка свойств с отступами. Хотя ширину баннера можете здесь задать. То есть у вас баннер 300. То есть не обязательно нам заходить. То есть вот сюда. Где 300. А просто вытянуть вручную 300. Тем более здесь видно вот здесь в углу. Сколько пикселей я уже сделал. Вот такой вот плагин. Движемся далее. Следующий уникальный плагин. Отсенс. Кто не знает. Есть рекламная сеть Отсенс от Гугла. То есть мы можем стать партнерами Отсенс. Например на нашем сайте. Ставить рекламу от Гугла Отсенс. Настроить компанию в Гугл. Гугл выдает вам код. Скрипт. Который вы сможете разместить на сайте. И люди кликая по рекламе Отсенс. Приносят вам какие-то копейки за клик. Ну это работает только если у вас высокопосещаемый сайт. В других случаях этот баннер вам будет бесполезен. Но в любом случае настройки его. Здесь общий. Видите. Вот HTML код данного скрипта. Который выдаст вам Гугл. В принципе здесь больше ничего нет. То есть отдельный. Здесь плагин для Отсенс. Дальше. Интересный кстати момент. Календарь. Календарь от Гугл. То есть сначала вы. Календарь создаете на Гугл. То есть Гугл предоставляет календарь. Если вы в этом разбираетесь. Настраиваете в своем аккаунте Гугл календарь. А потом в свойствах. Вот здесь вот идентификатор Гугл календаря. Проставляете. Можете как-то даже здесь задать. Язык. Режим просмотра. Месяц. История. Неделя. То есть какие-то настройки дополнительные сделать. Поотображать название. Навигация. Дата. Дальше. Часовой пояс. Ваш. Можно отобразить. Рамка. Да нет. Значок печати. Табы. Первый день. По-английски здесь да. Monday. Sunday. И так далее. Цвет фона. Видим сзади там цвет фона. Можно спокойненько поменять. На какой-то другой. Список календаря. Показать или нет. И часовой пояс показать или нет. Ну давайте снимем это. Вот это тоже. Чтобы не показывалось. И название календаря прописать. Например здесь. Демо применить. Видим. Фон там сзади поменялся. Вкладки мы отключили. И этот календарь очень классно от гугла будет отображаться у вас прямо на сайте. Дальше. Если вы хотите как-то вставить HTML код. То есть например вставить какую-то метрику на сайт. То есть здесь есть такой HTML. Прям так и называется. Перетаскиваем. Где-нибудь внизу. Свойства. Ничего сложного нет. Здесь вставляете код например Яндекс.Метрики. И отслеживаете посетителей на вашем сайте. Есть также опция отключить содержание во время пребывания в конструкторе. Рекомендуется. То есть чтобы не отображался этот HTML код в режиме редактирования. И можно выбрать автоматическая высота. Ну не обязательно. Можем не ставить. В принципе все. В этом плагине. Просто кидаете сюда код. Сохраняете. И забываете о нем. Он у вас будет подсчитывать посетителей. Следующий. Наверное многим будет интересно. Это таблица. То есть у нас есть сразу такая некая таблица. Давайте посмотрим что здесь есть. Сразу можно вставить строка выше, строка ниже. Вот вы видите ли. Снизу добавил еще строки. Дальше столбцы. В левую сторону, в правую сторону. Давайте в правую сторону. Вот вы видели я добавил еще столбцы. То есть как обычно здесь. Если вы работали с подобными таблицами. Здесь можно это все делать легко и просто. Дальше удалить также строка, столбец, таблица. Можно по отдельности. Очистить ячейку. Редактировать тексты в ячейке. И свойства. То есть как редактировать тексты в ячейке. Просто выделяется и пишется что-то свое. Можете прямо здесь поменять цвет тексту, например. Применить. Ну и соответственно. Можно увеличить размер в ячейке. Просто у нас выделена ячейка. Вот такие вот манипуляции можно делать. Ну а самое главное это у нас свойства. Здесь. Цвет фона. Рамка. Например, сплошная 3 пикселя и цвет у рамки. Зеленый. Использовать разные границы. Если кликаем, то появляется больше список. Правая сторона можно настроить. Нижняя сторона и левая сторона. Давайте оставим только с одной стороны. И отступы в ячейках. Я увеличу. Применить. Вот что мы видим, да? Фиолетовая закрасилась полностью. У нас все ячейки. И соответственно зеленая рамочка. То есть вы можете здесь настроить под себя. Вот такая вот у нас есть таблица, да? Соответственно каждый текст тут редактируется как вам угодно. Далее вот это у нас какие-то неизвестные, кроме Vimeo, какие-то сайты. Где нужно прописать идентификатор. Я думаю, это вам особо не будет интересно. Мы же с вами рассмотрели в данном конструкторе практически все. У нас остается большая мощная тема. Это интернет-магазин. Электронная коммерция. Возможно, в следующих уроках мы рассмотрим данный инструмент. Причем здесь есть готовые шаблоны под магазин. На этом данный урок я заканчиваю. И увидимся с вами в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok